Не первый год в нашем районе в рамках программы «Лето» организуется работа школьных лесничеств. Эта форма летней занятости позволяет решать задачи не только трудового, но и экологического воспитания юных славянцев. На первый взгляд сложно представить развитие школьного лесничества в нашем районе, территория которого почти наполовину занята льманами и плавнями. Но этот вид летнего отдыха уже не первый год объединяет славянских ребят, увлеченных общим делом – изучением природы, выращиванием и посадкой растений. Дети у нас отрабатывают практику, следят за пришкольным участком. И кроме этого у нас есть две аллеи. Одна аллея, которая была посажена в честь Дня Победы в рамках акции «Лес Победы» – это Каштановая аллея на въезде в хутор Маевский, за которой ребята следят, поливают, пропалывают траву. И вторая аллея, которую на протяжении нескольких лет мы садили в рамках акции «Сирень» 1945 года. Членом школьного лесничества может стать каждый, кто любит природу. В течение всего лета группа учащихся трудится на приусадебном участке, ухаживают за деревьями, высаженными на аллеях. А еще общаются и приятно проводят время на свежем воздухе. Мне нравится очень школьное лесничество. Я общаюсь здесь с одноклассниками. Мы посадили сирень, поливаем ее, ухаживаем за ней. И это очень здорово. Благодаря участию в школьном лесничестве юные славянцы не только с пользой проводят летние каникулы, но и получают новые знания по многим наукам, учатся наблюдать за окружающей красотой и получают радость от взаимодействия с природой. Кто знает, может быть именно работа в школьном лесничестве поможет ребятам выбрать дальнейший жизненный путь. Алена Лавренова, Игорь Иванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова